Здравствуйте, с вами Ольга Макуси, ведущая менеджер по подбору персонала компании Роско. Отпуск в последующем увольнении может быть оформлен сотрудником в соответствии с частью 2 статьи 127 Трудового кодекса. Всегда ли работодатель должен предоставить такой отпуск и кому он полагается? Как оформить его документально для исключения споров и проблем в дальнейшем? Узнаем прямо сейчас. Как правильно оформить отпуск с последующим увольнением? По своему правовому значению, увольнение и предоставление отпуска – две совершенно разные процедуры, требующие строгих подходов. Однако, в случае отпуска с последующим увольнением, работодатель фактически должен соединить эти два процесса в один. Чтобы правильно оформить данную процедуру, необходимо осуществить следующие шаги. Первое. Получение от сотрудника заявления о предоставлении отпуска с последующим увольнением. Важно, чтобы эти два события были описаны именно в одном документе. Заявление визируется уполномоченным лицом и отправляется в дальнейшую работу. Определение оставшегося увольняющего сотрудника дни отпуска на момент подачи заявления. Издание приказа – это может быть единый приказ в документе в произвольной форме. Отражается факт предоставления сотрудника отпуска и его последующее увольнение. Два приказа – один о предоставлении отпуска по форме Т6, второй – об увольнении по форме Т8. Важно правильно указать дату увольнения. Это последний отпускной день служащего. С приказом работника ознакомливают под подпись не позднее последнего рабочего дня перед началом отпускного периода. Если сотрудник не может, либо не желает ставить свою подпись, факт отказа фиксируется в акте в присутствии трех свидетелей. Четвертое – оплата отпуска. Производится в размере средней заработной платы за три дня до начала отпускного периода. Заполнение табеля учета рабочего времени, формирование записки расчета по форме Т60. Заполнение записки расчета при увольнении. Заполнение трудовой книжки по общим правилам и выдаче сотруднику в последний день работы. В случае введения трудовой книжки в электронном формате сотрудник должен получить справку СТДР, допустимое предоставление в бумажном формате с подписью полномочного лица и печатью организации. Перед каждым из нас возникают вопросы, связанные с работой. Каждый из сторон, будь то работодатель или работник, имеет определенные права и обязанности. Для эффективной защиты своих интересов стоит обратиться к юристу по трудовым спорам. Если вам нужна помощь компании «Роскал», позвоните нам по телефону, указанному на сайте, или оставьте онлайн-заявку через форму обратной связи. Все контактные данные вы можете найти, перейдя по ссылке в описании к этому видео. В статье 127 Трудового кодекса содержится интересная формулировка о том, что отпуска могут быть предоставлены. То есть фактически это право работодателя, а не его прямое обязательство. А значит, он может отказать сотруднику в данном требовании. В таком случае речь будет идти об обычном уволении с предоставлением денежной компенсации за невостребованные отпускные дни. Если сотрудник отправляется в отпуск с последующим уволением, аннулирование трудовых отношений произведет в момент начала отпускного периода. Следовательно, право на отзыв ранее поданного заявления об уволении сохранится у работника лишь до момента наступления первого отпускного дня. Не так давно один работник обратился в суд с требованием изменить текущие правила об отзывы заявления об уволении в последний день работы. Он считал, что данное право необходимо продлить на весь период отпуска, чтобы сотрудник мог вернуться на работу по окончанию периода отдыха. Конституционный суд отказал в требовании, посчитав, что часть 4 статьи 127 Трудового кодекса не нарушает законные права служащего. Если сотрудник заболел во время своего отпуска, ему начисляется пособие по временной нетрудоспособности. Но последующего продления отпуска в связи с болезнью не осуществляется, ведь в этот период стороны уже не связаны с трудовыми обязательствами. Кому не положен отпуск с последующим увольнением? Отпуск сотрудника с последующим увольнением не оформляется в отношении лиц, чей уход из организации являлся следствием виновных действий. Это неоднократное неисполнение трудовых обязательств без уважительных причин. Прогулы, появление на работе, состояние алкогольного опьянения и другие нарушения. Если увольнение – это выбранное работодателем наказание для виновного сотрудника, о предоставлении отпуска с последующим увольнением, не может быть и речи. Когда производить оформление отпуска? Здесь будут действовать общие правила предоставления отпусков с последующим увольнением. Все процедуры по оформлению, выплаты положенных компенсаций и прочие действия должны быть произведены до фактического начала отпуска человека. Если работник до начала отпускного периода решил забрать свое заявление, он вправе это сделать. Единственным условием станет отсутствие на этом месте нового кадра, принятого в порядке перевода. Если новый сотрудник уже устроился, вернуться на прежнее место не получится. С вами была Ольга Макуси. Если у вас остались вопросы после просмотра видео, смело пишите их в комментариях к нему. Юристы компании РосК с удовольствием на них ответят. И, конечно, подписывайтесь на наш канал, где вы найдете массу полезной информации не только для бизнеса, но и для себя лично. Будьте в курсе и будьте с РосКом. Субтитры создавал DimaTorzok